Доброго дня всем присутствующим! Сегодня у нас продолжение темы про вихревую медицину. Будем осваивать правильную технологию изготовления плоской катушки. Эта технология несколько сложнее чем изготовление торов и требует некого терпения и точности. Что для этого нам понадобится? Заготовки, подложки. Одна или две штуки. Это может быть и пластик, или что-то деревянное, типа фанеры, или даже кусок ламинатора. В моем случае это тот же пластик, о котором я рассказывал в предыдущем ролике про изготовление тора. Провод МГТФ у меня 0.12 на 24 на двух отдельных катушках, подвешенных на некоторой высоте, чтобы этот провод свисал обязательно. И на время намотки концы спаиваются. Потом увидите для чего. В крайнем случае применяется витая пара, предварительно раскрученная или лакированная медь. Лента липкая, двухсторонняя, качественная, с хорошей липучестью. Вот по моим рекомендациям лучше всего польская подходит. 775, 777, 770. Вот это немножко похоже, но тоже может подойти. Самое главное, чтобы оно было именно улучшенное состояние и на матерчатой основе. Немножко бумажной ленты липкой. Дальше защитная пленка для автомобилей. Наверное, знаете, что такое. Которое применяется для защиты поверхности автомобилей. Это все расходники. Из инструмента требуется очень высокий скальпель, металлическая линейка, автокарандаш. Из оснастки небольшой самодельный станок, состоящий из поворотной платформы, которую можно приобрести в мебельных салонах или бутиках. У меня размером 150 на 150, но размер может быть другой. Или больше, или меньше. Закрепил я его на кусок ламината. Здесь приклеил бывший коврик от мышки, чтобы это все твердо стояло на столе и не ерзалось. Дальше пластиковый тубус с вырезом. Вот я взял первый попарс. Может быть, вот такой. Может быть, чтобы было донышко. Здесь отверстие и боковое отверстие с небольшим таким продолжением продольного выреза. Потом поймете, для чего. Далее кусок медной проволоки. И любой подобный инструмент. То ли пластмасска, какая. Примерно такого вида. Теперь непосредственно, что мы будем делать дальше. В первую очередь, имея такие заготовки, ну вот как у меня. Значит, одна будет заготовка такая, на которой наматывается катушка. Потом выводы здесь выводятся. А вторая будет закрывать. Или, конечно, есть те, кто, кому не нравится, что один слой закрывается, то просто наматывается с одной стороны. Вот как вариант готовый. Можно, конечно, покрыть это лаком или ПВА. Но ПВА я очень не рекомендую. Так как вот у меня катушка я экспериментировал. Она покрыта ПВА. Я давно ее делал. Вот она. Как новая, как говорится. Но при покрытии ПВА идет большая потеря. До 30 процентов ее возможности. Вот. Значит, здесь у меня уже все вырезано. Я по-быстрому покажу, как лучше вырезать на такой пластике. Значит, скальпель. Острый обязательно должен быть. Металлическая линейка. Тут размечаем по центру. Я беру 6 миллиметров где-то. То есть у меня ручка 60 миллиметров. И по центру 6 миллиметров. Делаю предварительный паз. Примерно прикидываем от середины. И делаем такой надрез. Где-то так глубиной около миллиметра. Полтора. с одной и другой стороны. После того, как у нас появились направляющие, мы берем скальпель и по этому направляющему под 45 градусов делаем вот такие вот углубляющие надрезы. Точность не особо здесь важна. Сильно не давим, потому что можно насквозь пробить. Но в конечном итоге у нас получается такой результат. Далее мы этот паз здесь делаем еще углубление. Чтобы потом укладывать провода, которые будет надо спаивать и потом термоклеем фиксировать. Но этого пока я не буду делать для ускорения процесса. Вот у нас такая получается заготовочка. Мы берем платформу. На этой платформе делаем липкой ленты скотчем двухсторонним. вот такие пару наклеек. И примерно приклеиваем. Вот у нас получилась поворотная платформа. где мы можем крутить как нам надо. Дальше. Для того, чтобы мы могли правильно укладывать витки и чтобы они ложились ровно и никуда не убегали, мы берем вот этот скотч двойной с повышенными возможностями. И вот где середина. Начинаем от середины. Проклеиваем полосу. И потом точно так же по центру вторую. С другой стороны. Опять же, чтобы не сильно тут долгое все дело, потому что это сильно затянется. Я не буду полностью все проклеивать, но это надо все вот так проклеить дальше. После этого снимаем защитный слой. вот и у нас получается липкое липкое основание дальше берем провод примерно отмеряем от середины до края два раза примерно втягиваем в этот тубус и примерно так вот фиксируем дальше смотрим внимательно чтобы вот для чего нужно отверстие здесь чтобы мы видели центр потому что надо очень точно поставить центр прижимаем тубус у нас прилипает и самое главное начинается самое тяжелое это самое начало потом она очень быстро идет вот главное уложить правильно самое начало витки они все должны идти строго один к одному виток к витку ни в коем случае нельзя натягивать этот провод он должен ложиться фактически свободным вот этим инструментом помогаем ему прилипать поверхностью вот по мере расширения вот этих колец они укладываются все легче и легче вот так вот 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 Продолжение следует... Вот, где-то на этих витках уже можно помогать просто пальцем. Полностью я, конечно, укладывать не буду. Я сейчас покажу сразу готовый вариант. Только немножко еще расскажу, как дальше. Вот, и дальше вот так вот крутим-крутим. И до самого конца. 19-20 метров. Есть и такой кабель. Здесь у меня заготовка 220 миллиметров диаметром. И сюда укладывается 19 где-то метров. Вот, когда мы это все накрутили, у нас все готово. Мы снимаем этот тубус. Укладываем внутренние. Почему нельзя сразу укладывать эти внутренние? Сразу, сначала. Потому что кольца станут очень неровные. И это будет потом повторяться уже на внешних. И будет очень неровная намотка. Даже тут не всегда удается вложить ровно. И вот, закручиваем сюда. Опять же, не буду полностью укладывать. Здесь немножко вырезаем. И дальше. Когда у нас здесь и здесь все готово. Проталкиваем этот провод. Здесь вытаскиваем конец. Припаиваем. Протаскиваем сюда вовнутрь. Он у нас здесь выйдет. И получится вот такая катушечка. Когда она будет готова, мы ее просто снимаем. Она снимается достаточно легко. Раз и все. Скотч очень легкий. Вот. Это я в сторону. Теперь по готовой заготовке. Я специально вчера сделал, чтобы показать один недостаток. Как видите, если намотать и оставить так, как есть, то происходит постепенное отлипание витков. Из-за напряженности провода. Физического напряженности. Они так как постоянно скручивались, когда и вот в этом положении, они имеют свою напряженность внутреннюю. И из-за нее потихонечку начинают подыматься. Если их не закрепить, более-менее нормально. Поэтому многие закрепляют лаком или ПВА, как я говорил. Но я не рекомендую покрывать ничем. Потому что это только минус. Но, конечно, проблем остается. Как нам эти витки закрепить, чтобы они зафиксированы были и были идеальны. Вот как сейчас. Вот видите, вроде все идеально. Значит, что мы делаем для этого? Так как я беру вторую заготовку, то что я обычно делаю? То есть я беру опять этот двухсторонний скотч. Ну, правда, я опять же сейчас это делать не буду. Потому что это все опять затянется. То есть я несколько слоев накладываю. Но уже не обязательно, чтобы это было плотненько. Можно даже по сантиметру друг от друга, по полсантиметра. То есть вот делаю несколько полосок. Можно даже по центру. Это там можно снять. Потому что здесь тоже самое напряженное место. вот. Естественно, надо здесь все припаять. Это я временно просто сделал. Все припаять. Термоклеем закрепить аккуратно. Здесь, естественно, какое-то усиление сделать, чтобы провод не ломался потом. Вот. И когда это будет все готово и лента будет уже наклеена, возникает одна проблема. Довольно серьезная. Если мы вот смотрим, она все ровненько должна лечь, правильно? Но положить ее очень ровно, очень сложно. Особенно с этой ручкой, чтобы все это сместилось миллиметр к миллиметру. Тут даже полмиллиметра уже проблема. Что-то можно сделать. Между этими лентами можно положить опять же кусочки провода второпластового. Несколько. Ну, вот так вот, к примеру. Там скотч у нас. И вот мы этих пару кладем. тогда устанавливаем. Так, нет. Немножко разъем мешает. Устанавливаем. Все точно, как нам надо. И потом вытаскиваем эти проводочки. И уже тогда это все прилипает. И когда оно друг с другом прилипнет, уже эти витки никуда не уйдут. возможности катушки останутся полноценными. Ну, дальше еще после этого у меня такая ленточка тоже тонненькая миллиметровая. Для красоты, как говорится, и для надежности. Еще вот так вот приклеивается. и как конечный результат снимается защитная пленочка и наклеивается вот такая. Опять же, это я не буду делать, а покажу сразу. Вот готовое. Это вот намотано на медном проводе, поэтому такой маленький диаметр. Вот 316 кГц, а размер маленький. Вот этой будет больше, но размер большой, потому что толстый провод здесь потоньше. вот и оно получается очень хорошая поверхность, гладкая достаточно. Ее можно и помыть, когда надо, для гигиены и ударопрочная. Вот сейчас если мы посмотрим, я ее подключил, вот она работает. или вот это возьмем подключим. Это вот чисто для проверки в хорошие разъемы. Можно так делать всегда для оперативного соединения. Вот наша новоиспеченная катушечка готова уже работать. Можем проверить частоту даже. что у нас вышло. 359 килогерц. Ну 360 короче. Вот а если мы покроем ПВА частота снизится где-то до 345 350 примерно и упадет ее свойства. статическое поле уменьшится. Всем счастливо. Всем до свидания. До новых встреч. Субтитры